Доброе утро. Я сюда пригласила с нашего любимого друга. Василий Афанасьевич, это человек, который защищал нашу страну и сегодня стоит на наших прибежах и сегодня говорит о том, что нужно быть добрыми, как всегда, во всех выступлениях, нужно быть патриотами своей страны. Василий Афанасьевич, вы знаете, как я вам сказала, вы веститель это знаете очень сильно. Примеры, пожалуйста, пожалуйста. И президент Украины наградил вас в орденах предъявления. Это очень почетно. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы знаем, который вы делали. Я, как житель города, я хожусь тем, что вы у нас есть. Я всегда спрашиваю у президента Федоровича, а будет Матвиенко? А будет мой любимый Матвиенко? Да, будет ваш любимый Матвиенко, не выраживайте. Я хочу, чтобы вы входит мой любимый Матвиенко в будущее спорта. Это орден, вот я вам дам слово президентам. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не могла, я соматична, но я не могла любить вас поздравить. Это от меня, Соночка. И от меня вам тоже, мне подарочки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. А кульция тоже. Скажи. А опять я вас обману. Так, кульчики. Сказали в тренинг. Так, я пошел. Да. Да. Дорогие товарищи. Вы знаете. Награда. Награда она очень ценная. Спасибо. Прежде всего. Испокоен, что они. Даже меня наградили. Спасибо. Нашему мэру. И президенту. Всем спасибо за это. Но я считаю. Что этот орден. Это награда. Не только мне. Сколько у нас в Славянске есть ветеранов. Ветеранов войны. Ветеранов труда. Любой из них достоин этого ордена. Потому что мы все вместе защищали ордену. Все вместе строили. После войны. И Славянск. И всю страну. И каждый имеет право гордиться этим. Потому что он заслужил любого ордена. Я немножко хотел бы напомнить. Что мне приятно в этом здании получать орден. Потому что в этом здании есть и моя частичка маленькая труда. Когда дембилизовался в 1972 году. На третий же день пригласили меня в отдел народного образования. И предложили работать. Работать сначала начальником штаба гражданской обороны. Вот. Горанок. Потом начальному репорталку курировать. Тоже согласен. А потом потихоньку предложили вести работу охраны детства. Это не початый край работы. Это все ребята, которые были без родителей. Это опеки победительства. Это усыновление детей. Это лишение родительских прав нехороших людей. Все это в этом отделе. Вот мне пришлось работать. Проработал он там 20 лет. А два года даже зарплаты. За 20 лет я без зарплаты работал. На общественных начатах. Но правда за 20 лет менять больше 3 или 2 раза в 50 рублей. Вот. На праздники, да. Вот. Вы знаете, много интересного. Но работать сейчас на этой работе. Катя, два или три человека работает. А тогда не было ставки. Вот. Но я бы хотел, чтобы все дети были охватены. И заботой, и вниманием. Мне пришлось потом и в Славянске, и в Свердородскому, в Красном Лимоне по судам ходить. Отстаивать интересы детей. Приходилось много по домам ездить, проверкой, попечительства. Ну, вы знаете, работа есть работа. И много, когда я и научился работать. И много помогал мне Николай Михайлович Наделев. Вы знаете, интересная работа. Поэтому я вспоминаю ее с удовольствием. И думаю, что хорошо, что пришлось работать. Ну, а сейчас я просто ветеран. Участвую в ветеранской работе. И особенно по пропаганде правды о войне. Приходится выступать в школах. В школах почти всех в городах я выступал. В госпиталях. И в Славянске, и здесь в Славянске. Вот. Так что, некогда скучать. И, конечно, очень хотелось бы отметить, что я учился, работал и учился вот таких ребят, пропагандистов, как Глыва. Это отличный пропагандист, отличный журналист и поэт. У меня есть друг Федоров. Полковник Божьего в Сталке. Он тяжелый подной. Но он всегда выступал в печати. Спасибо за помощь с ним. Ну, а вам, дорогие друзья, всем желаю доброго здоровья. И дай Бог вам посидеть на одном стуле. На стуле, который ближе к России. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» til anytime. ПАСЛЕНИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фондю «Симон» Симон-муш. ОБЁТСЬ ût